Дело в том, что иногда заметили, что некоторые люди думают так. В бизнесе надо быть честнее, а вот жену хитрить можно. То есть, якобы, здесь я честнее, а вон там, вон там, да можно там как-то нибудь расслабиться. Нет. Например, скажем, что если вы, вот давайте посмотрим, когда вы сам один, а когда вы с партнером работаете, и какова, где вы вкладываете более 10 тысяч долларов, всегда сначала бумага, потом деньги. А потом эта женщина, она мне суд поддала. Вот с этим человеком надо быть очень серьезно, очень честно. А этого можно тянуть, хитрить. А этого можно сказать, давай завтра, давай послезавтра. Если вы вот так работаете, вы никогда не станете в успешном партнерстве. Один лошадь тянет 3,5 тонна, тащит груза, как прицеп, тащит. Но два лошада тащит 15 тонн. А какой партнерой вы мечтаете, сначала самому станьте таким партнером. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите рубрики «Вопросы Довлатовы» и смотрите наши именно на YouTube-канале. Дорогие мои, сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом о партнерстве. 67 бизнесов у меня с опыта. Некоторые из них я был сам единственным акционером, учредителем, а во многих из них я в партнерстве работал. Где-то, может быть, больше 50 из них я в партнерстве работал. В самом начале я делал очень много ошибок. Я понимал, что идея партнерства, она выгодная, она положительная, она нужная, она лучше, но не мог это делать в жизни. И если вы посмотрите, особенно в дальний момент, в наших территориях Средней Азии, возможно, территорию, может быть, СНГ, может быть, есть, но территорию Средней Азии, успешные кейсы, успешные примеры партнерства почти не найдете. У меня не были какие-то примеры, которые вот вместе люди могли работать в бизнесе и добились, какие-то создали какую-то миллиардную компанию или холдинг, или хотя бы миллионную и так далее. Таких не было. Временно одноразовые сделки были. Товар закупили, там продавали. Что-то купили, где-то продавали, что-то делали. Таких полно вокруг. Возможно, вы тоже это замечаете. Но я понимал, что в партнерстве можно добиться большего результата, чем, можно сказать, в одиночке, но не мог это в жизни делать. И много раз совершал ошибки. Ошибки были связаны с чем? Связаны с выбор проекта, связаны с выбор партнера, связаны с выбор региона, выбор отрасли. Все ошибки были вот так связаны. Ошибки были связаны еще с тем, что я заходил в бизнесе, не было первоначального, можно сказать, предварительного финансового аудита. Не было юридического аудита. Обычно, когда люди приходят и начнят рассказывать, предлагать партнерство, часто это происходит таким образом, что обычно часто тебе показывают только самое хорошее, что из партнерства, что самое лучшее. То есть они часто показывают тебе прибыл, часто показывают, что это выгодно, часто показывают, что это доходность и так далее, и так далее. Но о проблеме подводных камней, о риске, о управлении риски, раздлении риски и так далее, мало кто ведет вообще речь. И у меня опыта не было, и поэтому я постоянно, когда заходил в бизнесах, я брался и делал, а потом по пути. Часто бывает так, они обычно приходят, начинают говорят, вы знаете, давайте сейчас сезон, нам надо успевать и так далее, и так далее. И я во многие бизнесы заходил, инвестировал, а потом думал, вот попозже по пути сделаем это, попозже по пути документы оформим. Обычно сам процесс оформления документов, это всегда тяготно, она всегда длительный процесс, бумаги и так далее, она сама по себе длительный процесс. То есть какой-то кабинет зайдет, бумага застряется на 2-3 месяца иногда. Средняя Азия иногда так, на самом деле так. Иногда что-то быстрое происходит, иногда там медленно происходит. А я что думал, ну и ладно, чтобы работа не стояла, партнеры всегда уговаривают, давайте вместе делим иногда. Но это мои ошибки, понимаете, это были мои упущения. Я делал бизнес именно опираясь на выгоду, на выгоду, которую мне предлагали, которую я видел, не учитывая подводные камни. На самом деле, когда у вас есть желание что-то добиться успеха и так далее, часто вы не заметите подводные камни. Даже когда человек сам делит свой собственный бизнес, это тоже сами так. Вы сначала думаете одно, но по пути, когда начинаете, что-то получается у вас, что-то вообще не получается, что-то вообще по-другому пойдет. Поэтому так. Но некоторые партнеры однознание, однознание, много потеряли наши деньги совместные. Они, которые из них, может быть, специально хитрые или не говорили, а те подводные камни, которые они, возможно, знали, но я не знал, поскольку я в этом отрасли был новичок и у меня не было, скажем, опыта в этом направлении и так далее. Вот такие ошибки я много совершил. Но, несмотря на это, я продолжал работать в партнерстве. А итоги, скажу вам, что я выиграл. Итоги, мой успех сегодня, она благодаря совместной работе, совместной умении в партнер-работе. У меня накопилось хороший опыт, и я делал много ошибок, больше 50 раз ошибок, может быть, и зато научился. Это очень, да, это дорого обошлось вначале, но зато сейчас это помогает мне намного еще даже больше зарабатывать и намного больше добиваться. Я сейчас на доске кое-что нарисую вам, чтобы вам было понятно, что я имею в виду. Например, скажем, что если вы, вот давайте посмотрим, когда вы сам один, а когда вы с партнером работаете. И какова разница между тем, когда вы сам один работаете и когда вы с партнером работаете. Когда вы сам один работаете, что происходит? Правильно, вы один, вы сам себе хозяин. Не надо у кого-то спрашивать, не надо перед кого-то отчитываться и так далее. Согласование или принятие решения очень быстро, быстро происходит, потому что вы захотели и пошли делали, захотели, пошли делали, задумались, пошли делали и так далее. Вот такая картина. Вот это плюсы, которые есть, когда, соответственно, ни с кем делиться не надо, длиться ни с кем не нужен, это ваш бизнес, доход ваш и так далее. Но это те плюсы, которые есть. Но теперь есть определенные минусы, которые, когда вы сам один работаете. У вас всегда ограничены ресурсы. Это означает, что у вас всегда знание ограничено, деньги ограничены, финансы ограничены. У вас нет бесконечных денег. Вы же не печатаете деньги, правда? У вас ограничены. Дальше. У вас хотите, не хотите, все равно ограничены возможности. Почему ограничены возможности? Потому что рынок требует от вас, чтобы вы расширялись, а вы не можете. Либо кредит придется вам брать, либо долги залезут, либо чего-то и так далее. И дальше. Вы не можете во всем быть профессионалом, все знать и так далее. Но да, здесь, видите, 100% бизнес ваш, но 100% и проблемы бизнеса ваши. 100% бизнес ваш, но 100% проблемы бизнеса тоже ваши. Понимаете? Вот это очень важно понимать. Поэтому большинство людей, которые считают, что они говорят, что ой, невозможно в партнерстве добиться успеха и так далее, они вначале чуть-чуть двигаются, а потом так и остаются маленькими. Они так и остаются маленькие компании. Они не могут стать крупным компанией. Например, у них не бывает 100 магазинов или 100 домов построенных, или 100 там, не знаю, или миллион квадрат, которые построили жилой комплекс, или там, не знаю. То есть у них не бывает такого. Они бывают 2 ресторана, 3 ресторана, или у них бывают 1-2 магазины, или у них бывают, скажем, 1-2 ателле, или что-то нибудь такое. Но никогда не бывает 1000. Никогда. Потому что это невозможно. У вас возможности будут ограничены, когда сам один работаешь. И запомните, 100% проблемы ваши. А теперь, я часто что заметил? Самый большой минус малосредний бизнес это что? Нет учет контрол. Когда вы сам один работаете, у вас, вы припутите свои деньги, деньги бизнеса. У вас никогда не появится учет контрол. Понимаете? Просто не появится учет контрол. Вы будете делать как мой бизнес, мои деньги, как хочу, так и трачу. Вот так и будете делать. Спросите большинству малосреднего бизнеса, есть ли у них отчет контроля. Они вам говорят на 99%, что нет. А почему? Потому что это его бизнес, и как хочет, как и тратит. Но круглые сутки ему придется работать. Вот так. И поэтому, если вы посмотрите внимательно, вы это видите. Спросите любого из них, и вы поймете. Поэтому от того, что они эти деньги тратят на личные нужды, не нужды бизнеса, поэтому бизнес остается маленьким. А вот давайте теперь посмотрим партнерство. В партнерстве тоже есть свои минусы, свои плюсы. Свои минусы есть. Давайте сначала разберем минусы партнерства. Минусы партнерства в том, что когда вы с партнером работаете, очень долгое согласование. Очень-очень долгое согласование. Долго надо согласовать все процессы, все вещи и так далее. Иногда вот такое. Долго надо согласовать. И дальше вам придется всегда отчитываться. То есть вам придется все. А что тебе давать, сказать, почему ты так делаешь? Почему ты думаешь, что вот это оборудование нужно? Почему это так? Почему ты решил, что вот, скажем, не такой ассортимент, а другой ассортимент и так далее? Ну придется от тебя отчитываться. Это на самом деле так. Так есть? Но это люди иногда, люди, которые привыкли, особенно владельцы бизнеса, они часто привыкли, что они всегда сам один все делал, поэтому они всегда привыкли на самостоятельную работу, свободную работу, поэтому они не хотят отчитываться перед кого-то. И когда говорят, что дай отчет, они думают, что как будто ты на них хозяйничаешь, это их задевает одним словом, очень сильно их задевает. Это те вещи, которые люди считают минусами и так далее. И соответственно надо делиться прибылью, надо делиться бизнесом, надо делиться прибылью и так далее. Но давайте посмотрим, какие плюсы. Риск уменьшается сразу. Риск у вас уменьшается где-то в районе, я бы читал, что статистика 67% говорит, но я бы сказал в районе 70% у вас риск уменьшается, когда вы работаете с партнером. А бизнесе не доход важнее, а важнее управлять рисками. Если вы умеете управлять риск, доход гарантированно будет, прибыль гарантированно будет. Почему бизнес не пойдет у людей или банкротится? Потому что они как раз и не учитывают риски, они не могут его минимизировать, не могут его управлять. Вы не можете совсем избавиться от риска, но вы можете его минимизировать. Теперь, дальше. Если даже попадаете в зону риска или потери и так далее, потери, соответственно потери у вас меньше. То есть получается, что прибыль, если меньше, проблем тоже меньше. Проблемы меньше, понимаете? Легче решать бизнес и так далее. Следующее. У вас появляется точный учет-контрол. Потому что, когда вы с партнером работаете, вам придется вести учет-контрол. Просто придется. Потому что по-другому никак. И тогда бизнес начинает, когда вы начнете, вам придется вести учет-контрол, соответственно, это что усилит? Это усилит бизнес. Бизнес станет сильнее. Дальше. Соответственно, когда вы с партнером работаете, никто не имеет права из кассы брать деньги. Понимаете? Никто не имеет права. То есть вы раньше, если свой собственный бизнес брали, тратили как хотели, теперь уже нет. Вы не имеете права. Если вы берете, вы фиксированную зарплату берете себе, как работника, и тогда это позволяет вам бизнесу намного быстрее поднимать. То есть у вас не будет бардака. У вас будет четкий порядок. И это очень хорошо. Реальный порядок. Появляется некий порядок. И очень важная вещь. У вас возможности. Возможности тысячекратно растут. То есть получается, что какие-то связи у вас есть, какие-то связи у партнера есть, какие-то знания у вас есть, какие-то знания у него есть и так далее. Откуда я начал именно это понимать в партнерстве? В самом начале у меня были успешные партнерства, это 2003 годах, 2004 годах, я инвестировал в пластиковые окна производства, инвестировал в производство вода и так далее. Они оказались очень удачными, мне партнеры были очень, это как было, в тех годах проценты были большие на кредитах, и тяжело было кредит получать в тех годах, и еще было это, и одновременно залога не было у моих друзей, залога не было и так далее. И один из них мне сказал, я хочу открывать пластиковое окно, у меня денег не хватает, я ему инвестировал, и определенная доля от прибыла была мое. Я был как инвестором, потом я в производство воды инвестировал, тоже была определенная доля прибыла мое. Потом в разных бизнесах, и это мне понравилось, я начал в разных, потом в производстве коробки, туда-сюда и так далее. Потом иногда продавал, когда захотел уйти в свою долю, продавал, я уходил. А потом, когда я начал еще, это в самом начале было как-то 3-4 мои партнерские отношения, хорошие, хорошие партнеры попались. А потом я подумал, что все люди такие, и я начал вот так, без документов, без оформления, ничего, начал вкладывать деньги в разные проекты. А у некоторых людей в проекте не пошли, не получилось. У кого-то из них незнание, а кто-то из них, не знаю, может быть, у него не было выхода, он нашел, он искал деньги, искал партнера, и я попал как раз под горячую руку, может быть. Были такие ситуации, что, когда вы понимаете, когда человек вынужден, он пойдет на все. Понимаете, вот такое. И вот такие ситуации были в моей жизни. И когда я начал понимать, что партнерство будет очень хорошо и выгодно, я начал отгрузить оберкосы. Мы начали в фуре отгрузить оберкосы с Таджикистана, с Ашт, отправили в Москву. И в одном машине, то есть у нас было три партнера, но мы отгрузили тот год, не помню, 10 или 15 фурок, где-то вот так. Это в 2009-2010 годах было. И я тогда точно понял, насколько это важно, потому что один партнер знал, как в Москве это все продавать, другой партнер знал, как отгрузить, а я финансировал только. И мне это было, мне очень это понравилось, потому что какой-то машине у нас не пустили. Вот что я точно вспомню. Какой-то машине у границы дошел, его не пустили, или сломались, или что-то такое было с ним. То есть, соответственно, эта машина почти испортилась. Соответственно, я тогда понял, что если, например, в одном машине только я сам был бы партнер, сели в машине, а потерял бы. Так? А поскольку у нас было трое, одну третью потерял бы. А потом у нас было такое, что самая первая машина заработала больше всех. Потому что в самом начале, когда заходит, сына другая, и заработал больше всех. Я сидел, думал, если мы поддельность отправили бы, один из нас зарабатывал бы больше всех, остальные нет. А поскольку мы были партнером таком, мы, получается, что и в первой машине заработал больше, соответственно, мы все троем заработали больше. Я тогда это очень хорошо понял. Вот с того момента я держал эту идею партнерства и так далее. До сих пор держусь это. И я верю в это. И многие мои бизнесы, которые я сейчас построил, я построил их в партнерстве. Я даже иногда своих учеников, которые у меня отличники, я вращиваю их, сделаю себе партнером. Понимаете, если вы в 90-х годах могли, так было правило в 90-х годах. Вертись, крутись, как-то не будь, как-то не будь, найди способ как-то не будь жить. А сейчас время такое, что если хочешь просветать, научись делиться. Сейчас время такое. И это очень важно. Что я этим хочу сказать? Я часто слышу, что люди ноют, плачут, говорят, что нету, успею, в партнерстве трудно, тяжело и так далее, и так далее. Я говорю вам, что нет, ребята. Но только соблюдайте несколько советий, которые я сейчас даю вам. Если вы соблюдаете несколько советий, которые я сейчас скажу, у вас точно хорошо получается в партнерстве. Ребята, то, что сейчас я поделюсь с вами опытом, это обошлось мне несколько миллионов долларов. И, пожалуйста, запомните их, пишите их у себя в тетради и практикуйте их. Первое, что вы должны делать, самое первое, никогда без анализа не заходите ни с кем в партнерстве. Все мои ошибки были связаны с этим. Я заходил в партнерство без никаких финансового анализа. Второе, без юридического анализа никогда не заходите ни в одном партнерстве. Где вы вкладываете более 10 тысяч долларов, всегда сначала бумага, потом деньги. До 10 тысяч долларов, ладно, это небольшой риск, можете как-то как предоплата 3 тысяч, 5 тысяч, ладно, заходить. Следующий, третий, третий важный вещь. Когда вы партнером начнете работать, лучше сначала подпишитесь с ним в партнерское соглашение. Партнерское соглашение много пунктов держит. Я скажу вам 5 основных пунктов, которые я в своем опыте начал делать, и это работало для меня. 5 основных вещей. В самом начале партнерам обсуждайте о все проблеме этого бизнеса, о риске этого бизнеса. Озвучивайте, скажите, какие проблемы есть в этом бизнесе. Не говорите о прибыли, не говорите о доходе, говорите, какие проблемы есть в этом бизнесе. Сначала посмотрите на глаза человека, внимательно смотрите на него. Он может ли вам правду сказать. Когда люди говорят правду, вы чувствуете. Потому что вы все равно будете с другими тоже посоветоваться. В конце концов, он же не единственный в мире, кто этим занимается. Поэтому вы все равно узнаете. А если сейчас узнаете, через год, зайдя в партнерство, все равно узнаете. Поэтому в самом начале спрашивайте, какие проблемы в этом бизнесе. Самый первый шаг. Спрашивайте об этом. Второй, скажите, что можно зарабатывать, какой потенциал, какой перспективы этого бизнеса. Узнайте эти вещи. Третья вещь. Делите, начните, говорит, хорошо. Какую ответственность берешь ты? Кто берет, какой риск? Делите ответственность. Если ваш партнер не хочет брать на себя риск, не работайте с ним. Вообще не работайте с ним. Потому что эти люди завтра станут абузой для вас и проблемы для вас. Если он не готов брать ответственность, разделите ответственности. Сразу разделите ответственность. Разделите риски. Узнайте, посмотрите, что он, то есть какой риск он берет на себя. То есть третий пункт, риски разделите. Третий пункт, какой риск он берет на себя и какой риск берете вы. Четвертый, какой ответственность он берет, что он будет делать, то есть его вложение. Что он будет делать, что вы будете делать, что он вкладывает в бизнес, что вы выкладываете в бизнес. Это очень важно. Пятая вещь – его ожидания и ваши ожидания о бизнесе. Вы открыто спросите, у тебя какое ожидание от этого партнерства? Пожалуйста, давай пишем в партнерском соглашении. Давай я пишу мое ожидание о партнерстве. Что я хочу получить от этого? Какая твоя мотивация, какая моя? Почему мы это делаем? Когда вы это все прозрачно и ясно вытаскиваете, все напишите, даже плод, когда вы пишете даже риски, тогда все это пишите, потом после него пишите, даже плод обсуждайте до самого смерти, как расстаемся, это обсуждайте. А если что, как будем расставаться? Это очень важно. Как будем расставаться? Вдруг не получилось, вдруг не пойдет, вдруг чего? А как расстаемся? А вдруг, если кто-то из нас умер, твоя жена или твои дети, может быть, не хотят этим заниматься, или кто-то другой. Все эти вещи обсуждайте, пишите партнерское соглашение. Это очень важно. За годы моего работа, я очень, вот от того, что больше 50 партнерских отношений. Я точно не могу сейчас, надо сидеть, почитать, я могу вам точно сказать, но это больше 50. 67 проектов, из них больше 50 партнерств. Опыт накопилось. А когда вот это все становится ясно, я заметил очень интересную вещь. Очень-очень интересная вещь. Смотрите, я сейчас буду и недостатки говорить, и плюсы сказать. Если в вашем партнерстве, например, непонимание, в вашем партнерстве вы пытаетесь работать, один хочет, чтобы работали, а второй сомневается, а третий хочет, но вообще не понимает. И тогда в этом моменте нет понимания. Соответственно, в голове партнеров постоянно о чем? В голове партнера будут мысли о другой партнер. То есть, на место того, чтобы они думали о развитии бизнеса, у них в голове всегда мысли о друг друга. Чтобы друг друга контролировали, друг друга, чтобы он не подвел, это врал, почему он так сказал, почему ты тут... В общем, море проблем. Даже если тот человек, тот ваш партнер, даже ничего плохого не имел, но вам кажется, что он специально так делает, потому что у вас в голове будет море негативной мысли. Соответственно, вы банкротитесь. И ничего хорошего нету. Вы точно банкротитесь. Но когда все прозрачно, вот это все делится, как я сейчас рассказывал, соответственно, что произойдет? Знаете, в голове вашей и вашей партнер, у всех только одно цель. Как компанию создавать? Как развивать компанию? У вас в голове будет совсем другое. Вот, тогда вы просветаете. Поэтому мой совет к вам, вы можете долго в одну сторону идти, только с тем человеком, у которого ценности похожи на вас. Ценности. То есть он точно так же смотрит на это мир. Взгляды похожи на вас. Второе. Вы одинаково, одинаково, можно сказать, у вас почти ближе ресурсы. Ресурсы, я имею в виду, у кого-то может быть деньги, у кого-то знания, профессиональные. У кого-то знания, у кого-то связи. То есть у вас должно быть одинаковый вес. Как колесо-машина. Если одно колесо большое, второе маленькое, эта машина не ездит. Обязательно, это надо понимать. Дальше. Когда в партнерстве вы работаете, вы далеко можете пойти с человеком, который все прозрачно обсуждает, и каждый детал согласует. Каждый детал. Откуда я научился согласовать? Однажды я работал в 2009 году с одним человеком. Он был 10 лет руководителем Таджик Текстила. Эта организация была самой крупной организацией в Таджикстане. 14 тысяч сотрудников. Советского Союза. И он был там руководителем. Однажды я работал с ним. И мы работали, вместе держали офис. Ему за 70, ему 73 может быть. Или вот так. Но за 60 точно. За 60 это точно. Ну 70 может быть. Не знаю. Вот в этом районе. В общем, я не спросил ни разу ему, сколько ему лет. Ако Саудуло. И однажды, когда мы держали офис этот Шикаловский, и знаете, он все согласовал со мной. Я не мог понять. Я же был молодой. Молодой же, есть молодой. Не все понимает. Даже пылесос купит. Он звонил мне и сказал, может быть купим из этих денег один пылесос. Я думал, ух ты, как классно. Он покупал. Потом через них, который он звонил, мне сказал, может быть, жалузы поставим, чтобы как-то тем... Я говорю, классно. Но эти мелочи у меня запомнились до сих пор. И я тогда понял, что в партнерстве не стидно согласовать. Это не унижение. Он взрослый человек, работал столько перед руководителем. Это нормальное явление в партнерстве, когда ты все согласуешься. И вы знаете, с того дня я начал это делать. Но очень важная вещь сейчас скажу. О какой партнере вы мечтаете, сначала самому станьте таким партнером. Если вы мечтаете о партнере, который честно работает, а сначала научите самому честно работать. Вас будут окружать такие люди, похожие, как вы сами. Если вы человек, который действительно хочет прозрачно работать, вокруг вас будут появиться такие люди, которые прозрачно будут работать. Если вы это заметили, в 2008 году я банкротился, потом 2-3-4 партнерства подряд банкротства, банкротства, потом один за других. Я не мог понять, почему так происходит. Конечно, то, что я сейчас вам сказал, у меня были вот такие ошибки, я заходил без анализа. Вы представьте на минуту, ко мне приходит женщина из Караганды и говорит, я хочу открыть детскую клинику в Алма-Ате. Она посвящала мой тренинг, она говорит, я хочу открыть детскую клинику, вы не могли бы мне инвестировать? А я спрашиваю, сколько вам денег надо? Представьте, в тот момент я заработал миллион 483 тысячи, миллион 484 тысячи евро за 4 месяца. И мне показалось, что теперь я гений, вообще все умею делать. а я спросил ей, сколько вам денег надо? Она говорит, первоначально хотя бы хотя бы 40 или 50 тысяч евро. Я спрашиваю кассу, дайте ей 50. Ход верить или нет, так. Я даже не знаю, что за бизнес она делает. Я был настолько наивный, настолько простой, потому что в 2002 годах, в 2003 годах мои друзья, они правильный бизнес делали, я давал им деньги, и они мне без документов, без ничего, нормальную прибыль давали мне. Я, наверное, думал, что все такие. А потом эта женщина, наступил момент, когда у нее, я в долгах был и так далее, попросил вернуть деньги, она мне суд подала, что я требую у нее деньги. И такой тоже прижил. Что я хочу сказать? Просто от того, что я сам не понимал, от того, что я не был профессионал, от того, что иногда неосознанно делал такие вещи, такие хаотичные, неосознанные, непонятные партнеры у меня были. Вокруг меня такие люди были, такие, которые, как сказать, не профессионалы, я не профессионал, и они не профессионалы. Такие, которые, знаете, просто хотят за счет кого-то разбогатеть. Поэтому, когда я это осознал, у меня один за других, когда не пошло, не пошло, не пошло, не пошло, я сидел, начал работать над собой. Я очень работал над собой сильно. Это было 2009 год. Я 9 месяцев держал пост. Я отказался от всего плохого. Я отказался от любого слова враньё. Я отказался от всего, что если что-то делаю с кем-то партнёром, не согласоват. Я всё начал делать прозрачно. Понимаете? А какое общество вы мечтаете? А какое общество вы мечтаете? Сначала самим станьте таким. А какое партнёрство вы мечтаете? Сначала сами делайте такие поступки. сами делайте то то что вы хотите чтобы партнер поступки партнеры были такими я начал так делать и постепенно у меня поменялось мировоззрение я отказался от все иногда у меня тоже были сказал раньше что ну завтра сделать забывал или тинул ты так далее так далее нет я сказал себе нет так никогда не будет я начал очень прозрачно работать очень честно работа и вот тогда партнерство у меня начали просветать и вот постепенно и партнерстве в бизнесе то и самое главное изменяя себя улучшая себя улучшается творить твои результате улучшается твой бизнес и тогда ко мне начали прийти более умные партнеры более правильные партнеры более духовные партнеры и с которыми я доверяю и работаю хорошо легко легко это очень хорошо поэтому когда что такое партнерство очень важно чтобы не надо питаться зарабатывать за счет партнера за счет партнера ты не просветаешь у партнера нету много денег очень важно чтобы с партнером вместе за счет рынка не научились зарабатывать не надо отдел тянет к себе не надо все мясо мне кости тебе не надо все тяжести тебе легкости мне нет нельзя все тянуть к себе первый принцип который партнерстве работаете всегда думайте так мне надо работать так чтобы выгодно было со мной работать мне надо стать таким партнером с которым выгодно иметь дела мне надо стать человеком который со мной другие люди выигрыши меня человеком то который другие мечтает работать со мной себя создайте таким вы знаете я не говорю что за один год 10 лет ушло чтобы я стал после того момента к итоги и сейчас иногда меня сильно подвели партнеры но я очень сильно работал очень очень сильно работал над собой чтобы вот это все наладит и с помощью аллаха потихонечку получилось постепенно 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 поэтому первым делом самому станьте тем о каком партнеры вы мечтаете первым делом самому станьте таким человеком о котором вы мечтаете это очень важно запомните мои слова откажитесь от тех вещей которые делят вас слабыми самому станьте хорошим братом вы на у потому что это все взаимосвязано дело в чем дело в том что иногда заметили что некоторые люди думают так бизнеса надо быть честнее а вот жену хитрить можно и они ведут тайны жизни они думают что якобы ничего сразу ничего сложного нет в этом ничего страшного то есть якобы здесь я честный а вон там вон там то можно там как-то не будет от расслабиться нет дело в том что ваш характер исчезнет ваш характер похож на это стекла понимаете вот в это стекла как окна стекла понимаете лобовой машине если ваш характер маленький трещины дает чуть-чуть трещины дает это трещина никогда не восстанавливается она будут год за годом глубже глубже больше и больше будет поэтому если вы если вы выборочно с людьми работаете то есть здесь с женой тогда можно или выборочно вот с этим человеком надо беду очень серьезно очень честно а этого можно тянуть хитрить а это можно сказать давай завтра давай послезавтра если его так работаете вы никогда не станет успешным партнерстве потому что вы всегда будете при первой возможности подводить своих партнеров потому что у вас буду характер такой что с этим давай по честному работаем а с этого можно тянуть это так нельзя вы должны понять что любое дело которые вы делаете в жизни что партнерство что бизнес что семья и так далее все эти вещи должны делать вас лучше чем кто в есть все эти вещи должны помогать 102 мудрее вот в чем суд этого разговора поэтому станьте партнером с которым выгодно работать дорогие мои теперь под комментарии я хочу что вы писали 5 вещей чему вы научились из это видео раз второе напишите под это комментарии что вы будете делать что вы пойдете будьте делать пишите под это комментарии надеюсь что это вам на пользу пойдет работать в партнерстве потому что одна лошадь один лошадь один лошадь физика посмотрите законе физика один лошадь тянет три с половиной тонна тащить груза как прицепт тащить три с половиной тонна но два лошада тащить 15 тонн вот что такое с энергия один трос вот если вы видите масти тросами завязан один трос 10 тонн держит но когда их делите 2 и разворачиваете они держит два троса 30 тонн то есть появляется двойной шанс это очень важно понять я желаю вам успехов когда одна моя рука не может поднимать что-то я поставлю вторую руку ему на помощь а когда моя оба рука не хватает я позову рядом с собой кого-то чтобы кто-то рядом был кто может рядом мне помогать чтобы что-то сделать хорошие поэтому это помогает я делиться с вами своим опытом желаю вам успехов удачи